Всем привет! Вы видите, слышите Лёшу Халецкого. И это очередной выпуск рубрики «Лёша смотрит». Только что вышли после почти трёхчасового просмотра нового фильма «Оскароносного»… Выжили, да, выжили после «Выжившего». Трёхчасового фильма оскароносного режиссёра Иньяриту. Как его имя? Алехандро Иньяриту. Новый фильм. Вот сегодня была премьера. Выживший в главных ролях Леонардо Ди Кабрио, Том Харди. К сожалению, этого рыжего не помню, как его зовут, но неважно. Ну, что вам сказать? Конечно, ощущения, очень много впечатлений, потому что как-то немножко другого я ожидал от этого фильма. То есть тут даже сложно вам как-то рассказывать, не спойлеры. Ну, вообще, сам уровень спойлер, конечно, «Выживший», да? «Выживет Леонардо Ди Кабрио». То есть, но тут дело всё в том, что, во-первых, не сразу понимаешь, «Выживет», в чём он выживет. Потому что начало одно, а, блин, сложно не спойлерить. Во-первых, а во-вторых, вопрос, то есть фильм про выживание, но, знаете, вот последний кадр как бы спрашивает нас, а стоило ли выживать, например, вообще, в принципе. И сразу вас предупрежу, я не видел где-то предупреждения, я не видел, что было написано, там, сколько ограничений по возрасту. Но фильм очень жёсткий, я давненько не видел настолько, ну, неприятных сцен. И люди, которые сидели в зале, особенно девушки, они просто... Я видел некоторые, глаза руками, двумя руками закрывали лицо. Но, хотя это не фильм ужасов, тут нету каких-то, там, на этих выпрыгиваний и прочего. То есть ты ожидаешь того, что происходит, но оно так... И как бы и показано, в принципе, ненатуралистично, по-хорошему. Но, блин, вот сами ситуации и... Ну, натуралистично, да. То есть на это не акцентируется, на это внимание прям тебе, вот, смотри. Ну, в общем, имейте в виду, фильм очень жёсткий. С другой стороны, экшен. То есть я думаю, вот по трейлеру, знаете, кажется, будет какой-то такой медитативный фильм. А в стиле... Да, в стиле какого-то, знаете, в стиле вестерна, такого современного, что ли. Но реальность оказывается о другом. И, конечно, ну, Том Харди себе всё роли выбирает. Прямо постоянно попадает. Леонардо Декабрио, слава богу, не переигрывает. То есть тут нету от него, дайте мне, наконец, Оскара. Хотя, думаю, за эту роль его номинировать на Оскар, но опять не дадут. Так уж и быть. Ну, хоть... То есть, ну, нормально это всё смотрится. Единственное, есть некоторые вопросы, ну, по... Как так можно выжить? Но фильм немножко не про это. Поэтому, как уж и быть, не будем сильно придираться. Фильм, несомненно, рекомендую к просмотру. Я не думаю, что вам на нём будет скучно. Я не думаю, что это можно начать с каким-то арт-кино. Но это в то же время и экшеном нельзя... Ну, блин, фильм Иньориту. Опять же, те же длинные планы без склеек. Красивые кадры. Но после Бёрдмана... Напомню, последний Оскар получил фильм Бёрдман. Того же Иньориту. Совершенно про другое. Вот, очень сильно про другое. Поэтому, неожиданно и интересно. И зал всегда такой притихший сидел в течение съёмок, в течение показа. В общем, впечатлений уйма. Просто не хочется действительно спойлерить. Потому что, пересказывая, вы многое потеряете. Такой фильм после новогодних комедий очень хорошо отверзляет, так вспадривает. Так что сходите. Алехандро Иньориту, Выживший. Посмотрите обязательно в кинотеатре. На этом всё. Вы видели и слышали Лёшу Халецкого. Смотрите. Ходите в кино и смотрите интересные фильмы. Ходите в кинотеатре.